Что или кто будет угрожать Украине этой осенью? Я думаю, есть два фактора. Это, безусловно, факты российской агрессии и все, что с этим связано. Безусловно, это остается на повестке дня. И в этом контексте не только то, что происходит на Донбассе, в районе ведения боевых действий, но и то, что может происходить внутри страны. Это анонсированные разного рода митинги от разных политических сил. Которые проводятся, я допускаю, в том числе и на российское финансирование. Соответственно, это все составляет определенного рода риски. Ну и второй фактор, это внутренний политический. Это то, что если будут демонстрироваться решения во внутренней политике, не обдуманные порой, непрофессиональные, не прагматичные, когда это необходимо, не направленные на защиту национальных интересов и продвижение национальных интересов Украины, это то, что, собственно говоря, представляет угрозу. Впрочем, эта осень, я думаю, не отличается от предыдущей, за исключением того, что, вот опять же таки, по некоторым данным есть информация о том, что именно Российская Федерация может быть причастна к тому, чтобы проводить разного рода акции этой осени в Киеве. И вот, в принципе, это основная угроза. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сегодня в гостях на MyUA. Я бы хотела начать с чуть более общего вопроса, коснуться ситуации, которая сейчас происходит в Афганистане. На Украину это будет иметь какое-то влияние, возможно, опосредованное, возможно, через Россию? Я думаю, что, в первую очередь, это будет иметь сейчас влияние на страны Центральной Азии, Средней Азии, и во вторую очередь на Россию. Хотя страны Центральной Азии и Россия во многом связаны, потому что у них есть связанность по ОГКБ, Организации государств коллективной безопасности, военно-политический блок, и согласно договору ОБОГКБ, они должны друг друга защищать. И поэтому сейчас такая активность Российской Федерации в Таджикистане, где расположена база военная России, самая большая у меня Российской Федерации военная база, там от 5 до 7 тысяч, по разным оценкам военнослужащих, они туда перекинули ударные вертолеты, транспортные вертолеты. Это, кстати, на фоне того, что, обратите внимание, в России постоянный представитель президента по вопросам Афганистана, Кабула, заявил о том, что якобы все нормально, Талибан, все хорошо, они нормальны. Тихий спокойный. Ну да, мы с ними встретились, он же этого не скажет, что они наверняка встретились, уже наркотрафик поделили, куда что, как будет идти, куда прибыли. Ведь не секрет, что львиная доля наркотрафика, поставок, идет через Россию, либо в Россию. И это, конечно же, очень важный момент. Ну и это финансирование Талибана, поскольку по разным оценкам Талибан зарабатывает от 150 миллионов долларов в год именно на наркотрафике. Да, этот вопрос. Но несмотря на то, что они заверяют, что вроде бы все хорошо, не все хорошо. Об этом свидетельствует ряд действий. Давайте посмотрим. Во-первых, если все хорошо, зачем вы военную базу усиливаете в Таджикистане? Это же, по-вашему, такие хорошие мирные люди, с ними же можно договариваться. Хорошо, мы на всякий случай подготовились. Да, на всякий случай. Второй момент. Уже же была информация о том, что якобы президент Путин после встречи в Женеве попросил у президента Байдена, чтобы они вели фактически совместное наблюдение и разведку за тем, что происходит на территории Афганистана. И даже предлагал, как свидетельствуют некоторые источники для этого, услуги базы российской в Таджикистане. То есть, сами себе противоречат. Если вы не боитесь, то к чему вам договариваться с Америкой, которую вы тут же называете, что лузером она проиграла, вывел войска и так далее. И зачем вы укрепляете базу? Значит, не все так просто. Потому что угрозы очень большие. Я вам хочу сказать, что Талибан по своей природе – это экспансионистское движение. Это не те люди, которые будут сидеть и заниматься государственной бумажной работой, бюрократией, реформами и тому подобными вещами. Будут стремиться к халифату. И тем более, да, у них задача. Я думаю, что их цель – это халифат. И кому-то может показаться странным, но идея построить халифат образца 8-9-10 веков, как это было в Средневековье, она жива. Пробовал ИГИЛ, террористическая организация исламского государства, на свой манер. У них не получилось. Теперь вариант – Талибан. И они будут, я думаю, что они будут идти дальше. Они будут пытаться привлечь поклонников. И они будут активно использовать соцсети. Вот давайте смоделируем сценарий. Вот, например, переходит отряд талибов в афганско-таджикскую границу. А таджикская армия, ну, часть армии, какие-то отряды складывают оружие и говорят, в принципе, да, мы готовы пойти с вами. Вы знаете, нас тоже так, в принципе, не все устраивает в нашей стране. Давайте как-то вместе. Ну, они не хотят воевать. А российская база и обязательства России, согласно договорных обязательств по ОГКБ, что будет делать Россия? Втянуться в конфликт – это означает втягиваться в конфликт в Афганистане. Это СССР 2.0. Не втягиваться – это понести имиджевые убытки, поскольку уже тогда… Отказали защищать. Конечно, потому что потом скажут, что… Смотрите, вы, мягко говоря, не очень-то Армении помогли, когда конфликт в Карабахе был. Слова премьер-министра Пашиняна. Помнят все в интервью, что и «Искандеры» не летают, и прочие заявления. А теперь вы что, не поможете Таджикистану? Поэтому очень сложно. И помимо этого, не стоит забывать, что на территории Российской Федерации живет очень много мусульман. И это тоже почва для пропаганды. Ну, будут там не все поддерживать. Ну, процентов 15-20 среди мусульманского населения поддержат идеи талибана. Этого достаточно для того, чтобы создавать какие-то ячейки. Поэтому все это создает большие проблемы. И в первую очередь для стран, граничащих с Афганистаном. Украина, это пока не касается, поскольку, ну, в принципе, те представители мусульманской общины, которые есть, я, например, и многих знаю, со многими знаком, они далеки от идеи какого-то экстремизма. Я не исключаю, что какая-то там доля процентов людей есть, которые могут сочувствовать и поддерживать. Послушайте, я в последние дни от украинских экспертов слышу иногда чуть ли не сочувствие идеям талибана. Я не знаю, к чему там сочувствовать, что там поддерживать. Терроризм, внесудебные расправы, убийство людей, отношение к женщинам такое. Я такое никогда не поддержу. Я не понимаю, почему. Я считаю, что это угроза. Вот то, что есть пропаганда, терроризма, экстремизма, это угроза миру. В любой части планеты, где бы это ни происходило, это угроза. Поэтому я думаю, что для нас пока что таких серьезных рисков нет. Но то, что идея халифата живет, и то, что мы видим, находит все более поддержку, эта идея находит, ну, это факт, это очевидно. Я читала также мнение некоторых экспертов о том, что сейчас Россия может, например, забрать часть войск из Донбасса, чтобы перебросить их в Среднюю Азию для своей защиты. Возможен такой сценарий? То есть может ли нам если корректно об этом говорить, сыграть на руку ситуация с Афганистаном? Да, да, да. Все совершенно верно. Может, конечно. Почему? Потому что, ну, понимаете, держать такой фронт, ну, Российская Федерация очень большая страна, и держать фронт постоянный и с Запада, и с Востока, и с Север у них, вы же обратите внимание, они сейчас на Севере, там тоже базы, Арктика тает, идет потепление, у них надежда на то, что там будет торговый северный морской путь. Ну, это все держать в комплексе, это очень тяжело. Поэтому, где возникает какого-то, какого рода угрозы, они туда и будут. Естественно, я думаю, что да, на Заазии они сейчас следить будут обязательно. Определенной мерой это сыграет на руку, но пока, как мы видим, все-таки, к глубокому сожалению, происходят военные учения Российской Федерации, в том числе, у границ Донецкой области. И как только происходят эти учения, у нас эскалация. У нас на фронте мы видим погибших, у нас обстрелы и по мирному населению. Это все совпадает во времени. Проанализировать все российские учения, у нас эскалация. Почему? Потому что вооружение новое прибывает, боеприпасы с России, потому что люди заходят оттуда. Такого же обострения стоит ждать и осенью? Ну, сейчас, понимаете, знаете, как в природе и в медицине, скажем так, в научных кругах говорят, что обострение бывает осенью, либо весной, когда там авитаминоз, после зимы и тому подобные вещи. У России в августе, казалось бы, лето, сезон отпусков, все на море, отдыхают, расслабленное состояние, никто не думает о проблемах, наслаждаются жизнью, солнцем, природой. У них нет. У них Грузия была в это время, у них был наступление на Иловайск в Украине в это время и много других событий. Сейчас они готовятся к военным учениям. Сейчас, во-первых, сейчас идет ряд военных учений с Китаем, были вот недавно, во-вторых, то, что я сейчас озвучил возле наших рубежей, ограниченный континент на юге России, совместно с Арменией. Кстати, вот обратите внимание, тоже интересный момент, с Арменией проводятся учения и тут же появляется заявление Азербайджана о том, что якобы Армения перебрасывает воинские контингенты оружия в Карабах в нарушение договоренностей, которые были достигнуты после завершения вот недавнего конфликта. У нас на Донбассе. То есть, как только учение где-то обостряется. Запад 2021, сейчас идет активная подготовка и вот уже буквально меньше, чем через там несколько недель он начнется. Это не совпадение, это закономерности. Да, но опять же таки, вот Азия, да, она сейчас, они вынуждены будут сейчас обратить внимание, но не надо верить этим заявлениям о том, что для нас это хорошо, как в России говорят, что это, ну, слушайте, пришли люди, вот тогда я задаю вопрос, то есть, вы хотите сказать, что террористический режим по соседству, который занимается тем, чем он занимается, все видят, да, казни, убийства, убийства, варварства, вот это, которое происходит, наркотики, наркотрафик, всему тому подобное, вы хотите сказать, что это нормальное, удобное государство и удобные, скажем так, люди, с которыми можно налаживать какие-то отношения. Мне нравится вот еще один момент, мы договаривались, вели переговоры, но для них сегодня договориться, а через месяц пойти, нарушение договоренности, непредсказуемые будут результаты. тем более, поэтому, да, для нас в определенной мере, возможно, в этом есть и какие-то плюсы, в том, что вот Россия отличает внимание. Еще знаю, многие эксперты высказываются в теме Афганистана в таком контексте, США бросила Афганистан, значит, и нас тоже бросят, стоит ли нам тоже этого бояться. Это вообще адекватное сравнение, можно ли об этом говорить, так как Украина и Афганистан это страны совершенно разным уровнем развития. абсолютно, это абсолютно некорректное сравнение. Я об этом уже говорю который день, и, ну, послушайте, Афганистан, племенной уклад, какие-то феодальные, на уровне феодальных правоотношений живет большинство страны, это первое. Во-вторых, у них гражданский конфликт на тле этнического, религиозного, скажем так, составляющих, и не только. Ведь Афганистан населенный разными национальностями, и это проблема многих стран, и Ближнего Востока, и Азии. И это второй момент. Третий, система несостоявшаяся, которая была коррупционной институцией власти. Сравните с Украиной, мы, несмотря на то, что прошли революцию в 2014 году, сбежал президент, а ослабленные органы власти, мы сумели фактически найти в себе силы. Люди, добровольцы, армия, встали на защиту своего государства. И как бы там ни было, мы боремся, мы отстаиваем. Мы как раз в той категории, о которой президент Байден мог бы сказать, вот они борются за свою свободу. И я бы на месте украинского президента об этом сказал бы президенту Байдену и попросил бы еще больше помощи. Ну по какой логике? Ну вы помогали Афганистану, они не хотели за себя воевать. Сколько вы им дали? Дайте нам столько же, увидите, что можем делать мы, как мы воюем. Потому что я убежден, что если бы у нас было столько оружия, столько техники, сколько Соединенные Штаты передали регулярной армии Афганистана, которую они не использовали, отдали, я думаю, что мы бы точно нашли правильное применение, мы бы точно защищали свою страну. То есть сейчас условный провал миссии США в Афганистане можно использовать как козырь в нашем руке? Да, да, да. Просто не надо сравнивать, ну давайте, давайте скажем так, мы защищаемся при том, что что, нам такая помощь идет, нам даже не сравнить помощь, которая предоставлялась Афганистану и нам. Мы защищаемся. А не менее, хотя тоже, опять же таки, обратите внимание, что сейчас движение того же Северного Альянса или других организаций, они постепенно в Афганистане проявляются и говорят о том, что мы будем еще воевать. То есть там, возможно, еще и новая волна гражданской войны. Там тоже еще не все так закончено и ясно. Возможно, эти люди, которые, я вот видел вообще ошеломляющие кадры, где женщины стоят с плакатами протестов и протестуют, не боясь автоматов, не боясь того, что там им над головами стреляют и тому подобное. Требуют пустить их в правительство? Они требуют просто какого-то нормального человечества. Вы знаете, вот обратите внимание, даже Саудовская Аравия пошла на реформы. Она вот, казалось бы, там консервативная страна в плане ислама. Но они развивались, они строили институты, не сравнить с Афганистаном, но они пошли, разрешили на водительское удостоверение сдать женщину, послабили многое чего. То есть они пошли, как-то стали либеральнее, потому что они тоже понимают, что мир меняется, мы развиваемся, нельзя все время, а Афганистан наоборот возвращается, ну скажем так, кто-то называет это ультраконсервативными, но я называю это просто какое-то нечеловеческое обращение, ведь нельзя таким образом просто обращаться с людьми, с женщинами. Каких сейчас ожидать отношений с Беларусью? Будут ли они ухудшаться осенью, либо наоборот, что-то изменится в лучшую сторону? Я думаю, что пока мы видим, Лукашенко держится, он не дает россиянам, скажем так, построить две военные базы, два военных аэродрома занять, которые бы им хотелось, есть такая информация. И это для нас угроза, поскольку два аэродрома, это дополнительно российский воинский контингент, а в Беларуси это угроза для Украины, безусловно. Но пока он держится, вместе с тем, вот эта риторика абсолютно ненужная, как по мне, когда идут заявления о том, что мы оружие поставляем, страна наша в Беларусь, радикалов. Я уже сколько говорил, это несколько месяцев господин Лукашенко делает подобного рода заявление. Ну, хоть раз вы бы показали. Покажите, скажите, вот, вот, да, вот эти люди, вот это оружие, но нету этого. Но что я убежден, что Украина этим точно не занимается. Мы не занимаемся подпиткой конфликтов в Беларуси там или где-то еще. Мы просто защищаем себя от внешней агрессии. Все. Это все идет в минус. Но стоит понимать еще такой момент. Я не думаю, что Лукашенко захочет оборвать все связи с Украиной, но поскольку с Европой тяжело сейчас, санкции, сам себя загнал в ловушку ситуации с этим самолетом Протасевичем, да, немногое другое. Это проблемы. Ну, куда продавать? Что, только в Россию свои продукты, те же нефтепродукты и тому подобное. Естественно, Украина важна, поскольку все-таки экономика, экономическая ситуация, она пойдет на спад. И тут уже так, понимаете, можно ездить к Путину, как он поехал в Сочи и там попросил, дайте Белавиа поддержите там, и тому подобное. Так вы зачем вот занимались тем, чем вы занимались, как кто-то называет воздушным терроризмом? Для чего? Для того, чтобы у вас Белавиа люди не могли зарплату получить? Банкротилась авиакомпания? Ради чего? Ну, ради чего? Я не понимаю. Поэтому я думаю, что для них важно сохранить определенные экономические отношения. И пока вот ситуация будет так держаться, но нам надо понимать, что фактически, прошу прощения, но господин Лукашенко на крючке уже теперь у Путина, потому что, ну а куда? Если раньше была хоть какая-то надежда выйти с этой изоляции. Кстати говоря, Минские договоренности, Минск, как площадка переговоров по решению украино-российского конфликта, она давала возможность и шанс. Ведь представить себе, что лидеры Франции и Германии посетят Беларусь при других обстоятельствах, это нереально. А так вот тут была площадка, приезжал госсекретарь Помпео еще в свое время при Трампе, посольства открывались, Лукашенко говорил о том, что газ будем покупать, жижины у Соединенных Штатов. То есть что-то было. А сейчас? Сейчас все, вот Россия, а значит, что? Значит, Россия имеет право диктовать свои условия, говорить о том, что мы хотим то, 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 то. Поэтому это создает определенные риски, но пока, к счастью, не перейдена та грань, та черта, которая, можно сказать, ну, там, вылилась бы в какой-то конфликт. Ведь я вам хочу сказать откровенно, что любая пропаганда какого-то конфликта с Украиной в Беларуси, она обречена. Поскольку люди там ну, нету такой информационной подпитки и пропаганды в отношении Украины, там нету такого какого-то отношения, как было в российском обществе, к сожалению, что послужило, знаете, как благоприятной почвой для дальнейшей агрессии. Поэтому отношения будут тяжелые, непростыми, но я надеюсь, что не будет перейдена черта, которые там, ну, вот те, что называются красные линии. Они будут напряженными, но они будут по экономическим вопросам, возможно, рабочими. По политическим у нас, кстати говоря, еще не решена ситуация с расследованием, собственно говоря, гибели активиста, белорусского оппозиционера тут в Киеве, под Киевом. И это тоже, кстати, момент, неизвестно, как там расследование будет идти, неизвестно, на кого выйдут. Выйдут на белорусские спецслужбы, не выйдут. Я не хочу давать прогнозы, этим пусть следствие занимается, и пускай они. Но если будут какие-то данные, зацепки, это может усугубить действительно наши отношения. Но все-таки, я думаю, будут тяжелыми, но какими-то там своего рода, какие-то контакты, там рабочие... Но Минская трехсторонная группа в таком составе уже, я думаю, в Минске не соберется. Вы в начале беседы еще упомянули о внутриполитических угрозах для Украины. Можем ли мы больше поговорить о них? Чего стоит ждать? Реально, есть ли сейчас предпосылки к протестам, к перевыборам, возможно? Ну, внутриполитически это понятно. Понимаете, если посмотреть на то, что происходит, ведь не секрет, там цены, тарифы, мы понимаем прекрасно для многих людей, к моему глубокому сожалению, еще в нашей стране тяжело, непосильно, платить такие вот тарифы и цены такие видеть в магазинах. Тем более, когда нам говорят, что мы страна должна быть аграрный лидер, а мы видим, что у нас импорт, и порой этот импорт дешевле, чем наша стендопродукция аграрного лидера. Тарифы, с этим связаны социально-экономические вопросы. Но сама по себе социально-экономическая повестка вот каким-то образом в Украине никогда не находила, вы знаете, какого-то, не перерастала в такое движение, ну, по типу желтых жилетов во Франции. Ну, то есть, абсолютно социально-экономический вопрос. Мы все-таки, должна быть какая-то несправедливость, чтобы люди почувствовали в чем-то. Тогда это может перерасти. Пока, я думаю, что определенные политические силы будут пытаться раскачивать ситуацию, ну, по тарифам, используя людей, говоря, давайте выходить, кого-то привезем, там и тому подобное. Это будет играть фактор по ценам и тому подобное. Осень, оно более такой сезон. Но, понимаете, не исключено, что может произойти какое-то событие, которое перерастет во что-то большее, какой-то больший протест. Тяжело прогнозировать, что это... В предсказуемых событиях мы не говорим, получается. Да, да, тяжело. Понимаете, у нас же как? Сегодня вроде бы все хорошо, завтра кого-то задержали, или произошел какой-то конфликт, какая-то ситуация и уже под офисом президента или в центре митинг собрался. В тот же день или на следующий день. То есть, тяжело тут. Но я думаю, что несмотря на там определенные политические силы, что касается парламента и что может привести к перевыборам, но я думаю, что единственный момент, который есть, это закон так называемый о борьбе с олигархами. Это второе чтение грядет. И что скажут депутаты фракции «Слуг народа» президенту? Это же его инициатива. Они, прошу прощения, этот проект похоронят и скажут, что давайте отложим там. Или они будут его принимать. Но если они его будут принимать, готов ли президент, его команда к такой серьезной оборонной политической войне с олигархами? К этому надо готовиться. Если вы уже идете на эту войну, вы должны быть во все оружии, поскольку медийно, информационно и не только может быть контрнаступление очень серьезное. Или тогда это все просто пиар? Тогда надо выйти честно избирателям и сказать, вы знаете, мы пробовали, у нас не выходит. Попытались сыграть на несправедливость. Хотя, например, если посмотреть сам закон, есть определенные пункты, я его поддерживаю, я бы хотел, чтобы пускай не в такой редакции, но какой-то иной он был принят. Например, о том, что политик должен сообщать о своих контактах с представителями большого бизнеса и так далее. Почему? Пускай будет. В Европе происходит подобным образом. В США есть все журналы, и можно посмотреть, с кем президент Соединенных Штатов проводит встречи, с кем переговоры, телефонные и тому подобные вещи. Это все контролируется Конгрессом в президентской стране. У нас попробуйте, чтобы парламент проконтролировал президента. Ну да, у нас есть журнал посетителей, который ведет охрана, управление госохраной, где фиксируют посетителей, например, офиса президента, удостоверяя личность, проверяя документы. Попробуйте получить доступ к журналу, попробуйте уточнить и тому подобное. Вот я думаю, что если бы был такой парламентский контроль, если бы был контроль за тем, чтобы сделать принятие решений прозрачными, понятными и справедливыми, я думаю, это сыграло в плюс всем нам. Дело не о власти и оппозиции, всем нам, как гражданам, как стране. Но посмотрим. Но это, как по мне, это очень важный момент, поскольку президент провел кампанию, какую мы знаем, и офис президента о том, что это необходимо, это важно. Я думаю, что если это важно, тогда пускай депутаты слуги народа в первую очередь продемонстрируют, что во втором чтении они этот законопроект принимают. Но за сокращенную процедуру рассмотрения ко второму чтению они же не приголосовали. Поэтому... Вот это очень важные моменты, на которые должны быть ответы в первую очередь у власти. Если вы уже обещаете, что тарифы будут низкие, то работайте. Но тут другой вопрос. Вот скажите, СНБО проходит по тарифам и говорят людям, мы там не допустим. СНБО должно пройти по тому, что делается с нашей атомной энергетикой. У нас 9 из 15 энергоблоков к 2030 году исходит срок эксплуатации. И должна происходить по тому, как снизить зеленый тариф. А почему у нас зеленый тариф один из самых высоких в Европе, если себестоимость производства этой электроэнергии упадает. А если мы двигаемся в Европу и говорим о зеленой экономике, потому что вся Европа сейчас говорит о Парижском соглашении, зеленые на подъеме говорят о том, что зеленая энергетика должна двигаться вперед. Если мы говорим об этом, то мы должны сказать, как уменьшить этот зеленый тариф, увеличить количество этой зеленой энергии, чтобы меньше зависеть и когда-то мы от него тоже откажемся. Но это стратегически, на это должны быть ответы. Но самое главное, каким образом повысить уровень экономический доходности населения, чтобы они могли платить и тарифы, и цены. Понимаете, потому что популизм и утопия, обещать о том, что все будет только снижаться. Надо говорить о том, что мы повысим не цены, а доходы, зарплаты, пенсии. Вот что должно быть. Поэтому у власти должны быть ответы на серьезные вопросы, которые очень важны для того, как будет, собственно говоря, развиваться государство. Надеюсь очень, что эти ответы найдутся рано или поздно. А пока будем наблюдать за ситуацией, которая будет происходить и внутри страны. И надеюсь, что с внешними угрозами тоже справимся, если такие будут возникать. На этом будем завершать. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам большое. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сегодня был в гостях на MyUA.